Туризм в Хабаровском крае переживает значительный рост, который обусловлен восстановлением туробмена с Китаем после пандемии. Прогнозируется, что число туристических поездок в край в этом году превысит 1 миллион. Со стороны Китая также наблюдается возобновление туристического обмена с регионом. Жители Поднебесной могут въезжать в Россию по электронным визам с 1 августа этого года, а с 21 сентября в безвизовом режиме. Китайских туристов интересуют индивидуальные программы. Также повышенный спрос наблюдается на люксовый сегмент. Популярны вертолетные прогулки, морской транспорт и яхтинг. Все это способствует развитию туризма в Хабаровском крае и укреплению туристических связей с Китаем. Развитие туризма – ключевая задача флагманской инициативы «Края притяжения. Туризм в удовольствие» – единой стратегии развития территории нацпроекта «Туризм. Индустрия. Гостеприимство», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В настоящее время тур отрасли региона переживает масштабную перезагрузку. Приглашаем к разговору нашего гостя в студии Михаила Сафронов, исполняющий обязанности первого заместителя министра туризма Хабаровского края. Доброе утро. Доброе утро, Геннадий Ивич. Доброе утро. Итак, давайте итоги подводить, потому что через 27 дней Новый год. Итоги этого года. Сколько Хабаровский край принял туристов? Если говорить по иностранному потоку, то наш регион, мы прогнозируем до конца года порядка 9 тысяч иностранных туристов. По состоянию на 10 месяцев этого года край принял уже 8 тысяч туристов. Подавляющее большинство – это туристы из Китая. Конечно, говорить о полноценном восстановлении международного турпотока пока еще рано. Но, тем не менее, факторы, которые способствуют его восстановлению – это, опять же, заработала электронная виза для иностранных граждан, заработало межправительственное соглашение между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о безвизовых туристических обменах. И стоит особый акцент здесь сделать на том, что мы также очень активно свой регион продвигаем в китайских социальных сетях. По поручению нашего губернатора Михаила Владимировича Дегтярева, наш туристко-информационный центр, вышел на ключевые китайские интернет-платформы – это WeChat, Douyin, Weibo, Baidu – это вот такие у них ключевые платформы. На них мы рассказываем о достопримечательностях, о основных туристических магнитах нашего региона. Причем, еще что самое интересное, наш регион – единственный из регионов Сибири и Дальнего Востока, кто этим занимается вообще. Так-так. Это прекрасно. Россияне, наши соотечественники, приезжают ли к нам в Хабаровский край с других регионов посмотреть? Конечно. Помимо иностранного потока у нас достаточно активно восстанавливается и внутренний поток. Вот по состоянию, если по цифрам посмотреть, по состоянию на 10 месяцев этого года у нас зарегистрировано 600 тысяч наших туристов. Причем, этот показатель, он уже превышает даже до пандемийные цифры 2019 года и в два раза превышает аналогичный период прошлого года. Основные факторы, да, то есть почему так активно, динамика вообще, да, почему так показатели активно восстанавливаются, конечно, здесь мы ключевую роль отводим проведению у нас в регионе событийных мероприятий. Ну, достаточно известные, да, и полюбившиеся уже и жителям края и гостям. Это и ежеквартально проводится Амур-фест, это и Арсений Флаев, и Рок над Амуром, и деловые мероприятия. Вот в этом году опять же прошел наш Всероссийский туристический форум «Открой Дальний Восток». Ну, а было, по-моему, еще в этом году, да, в этом году была интересна достаточно инициатива, когда города и регионы Хабаровского края делали свои дни, так называемые, когда можно было поехать там по всем местам посмотреть, и там были кулинарные какие-то свои особенности представлены. А вот помимо событийного туризма, может быть, известно, что еще хотят посмотреть туристы в нашем регионе? Конечно, здесь и, ну, скажем так, привязка, да, определенная существует к объектам инфраструктуры. Вот в рамках того же флагманского направления, инициированного губернатором «Край притяжения туризма в удовольствие», у нас реализуются как масштабные инфраструктурные проекты, так и развитие небольших инвестиционных проектов, да, ну вот основные примеры — это развитие глэмпингов. Вот у нас до пандемии всего три глэмпинга в крае работало, сегодня их уже порядка 13, то есть направление очень востребовано и у нашего туриста, и у иностранных туристов, у тех же китайцев, да, вот общение, обмен, скажем так, информации на тех же китайских платформах, интернет-платформах, говорит о том, что, допустим, со стороны Китая очень большая востребованность именно в промысловых видах туризма, да, там рыбалка, охота и отдых на природе. Если говорить о крупных проектах инфраструктуры, то, опять же, это буквально вот недавно мы в этой студии с вами встречались, говорили о Хикцире том же, то есть до конца этого года мы планируем ввод в первой очереди этого большого проекта. Также у нас есть проекты по строительству протяженной набережной, которая должна стать самым протяженным маршрутом, прогулочным маршрутом. Вот в следующем году мы планируем ввести в эксплуатацию один из участков этой набережной, это вот район Яхт-клуба, поэтому создаются новые туристические магниты и маршруты. А планы на будущий год какие? Планы на будущий год, вот мы планируем открыть два таких крупных объекта, это аквапарк на улице Пионерской в августе, он уже должен распахнуть свои двери, да, в августе пока. График? Запишу себе, да. Ну, опять же, повторюсь, да, участок набережной планируем открыть. Ну, по событийным мероприятиям, да, это пройдет третий Всероссийский туристический форум «Открой Дальний Восток», причем, ну, он уже так, скажем так, полноправно, полноценно станет, наряду с Всероссийским, еще и международным, поскольку приедет и китайская делегация, и мы ожидаем, в общем-то, участия и наших гостей-партнеров с Вьетнама, Монголии, Белоруссии. Спасибо большое. Я напомню, что у нас в гостях был Михаил Сафронов, исполняющий обязанности первого заместителя министра туризма Хабаровского края.